Вот тут как раз и раскрывается великая антиномия апокалипсиса, его загадка. Все-таки возможно полная победа над смертью? Возможно полное одоление зла? Полное одоление тьмы? Или нет? Возвращаясь в пространство церкви и разглядывая Сына Страшного Суда, мы переходим к выводу, что в общем-то официальная церковь исходит из того, что после этого пересечения этой антологической границы будут существовать Царство Блаженных и Царство Смерти. А это и есть Царство Смерти. Смерть активной, смерть, где есть страсти, это чувство. Чувство, это прежде всего чувство боли, чувство муки и так далее, и так далее. И вот возникает великая проблема, как это надо трактовать. Я хочу, чтобы вы прониклились пафосом этой проблемы. Согласны ли вы пройти через преображение, вот эти все катаклизмы, эти все катастрофы, и получить такую модель мира? Модель мира, где явно стремен дуализм. Сохраняется оппозиция добра и зла. Да, конечно, праведники доживствуют, да, конечно, грешники наказаны, но вот рядом мы блаженствующие, и они мучающиеся. Церковь приняла именно эту модель. Эту модель, так. И она, эта модель пропагандируется, и она играет огромное значение в церковной педагогике, потому что есть ли более такое увидительное устрашение, чем вот картина вечных мух в аду? Это очень впечатляет, и человек, конечно, если он эмоциональный, то он будет бояться вот этих вечных мух. Не все приняли вот такой исход, первую историю. Собственно говоря, вот Иоанн Богослов-то дает основания для иной трактовки, иного варианта. Очень быстро появились толкователи, толкователи апокалипсиса. Апокалипсис, он аллегоричен, он написан на языке символическом, там много метафор, много аллегорий, и, возможно, все равно разные интерпретации, хотя при углубленной экзегетике мы друг друга всегда поймем. Экзегетика – это толкование священного текста. Тем не менее, среди толкователей апокалипсиса был и великий учитель церкви Ориген, ну, так, если бы, к второму веку, а второй век, ну, где-то на переводе на третий, вот, это один из ранних отцов церкви, которому отношение весьма неоднозначное нашу ортодоксию. С одной стороны, признается его заслуги, с другой стороны, считается, что он все-таки заблуждался. Так вот, прочитав апокалипсисное богослово, Ориген стал вызывать ущение, согласно которому победа над смертью будет достигать характер абсолютный. Ориген стал учить о том, что вот в этом рубеже между временем и вечностью, в этом рубеже, приближение к которому предшествует огненное очищение, произойдет так называемый апокатастасис, вот это слово, вокруг которого ведется великая полемика, апокатастасис означает восстановление. Ориген говорит, что Божьи ангелы, они есть источник зла, они исходят зла, как бы одумаются, как бы облагоразумятся и свободно вернутся к Богу, без принуждения, без давления, без насилия над собой. Вы знаете, вот иногда, иногда, ведь как трактуют апокалипсис, что вот зло наказано, так, наказано сурово, но, даже может быть, говоря так, что зло искоренено, да, так, вот зло искоренено, каким образом, огнем и мечом, ну вот я очень уважаю царя Александра Дмения, у него есть прекрасная книга про апокалипсис, вот он говорит, он говорит, да, что сатана, а это дьявол, это Денис, это падший ангел номер один, так сказать, он, собственно, виновник всех наших неприятных, если мягко выражаясь, вот что, он сгорит в огне. При всем уважении к Александру Дмения, я никак не могу принять этой трактовке, ведь кто такой Люцифер, кто такой Денис, кто такой сатана? Это любимый ангел Бога, любимое его творение, так. То, что Бог творит на уровне тонком, на уровне ментального, это неуничтожимо, душа бессмертная. Бог был бы крайне непосредственным художником, если бы он создавал души непрочными, уничтожимыми, эфемерными, и к тому же, что это за такая мера, что это за такой прием, вот есть тебе неугодное существо, ты его уничтожаешь, ты его, просто его спалил, жжет. Вы знаете, вот этот мотив, он фактически очень часто звучит в церковной проповеди, что надо зло вот так вот просто искоренять силой. добром, мечом, огнем, как угодно. Мой любимый русский вилософ, отец Сергей Булгаков, так, подкрытия этот подход, эти моменты, вел прекрасное понятие эсхатологический терроризм. Это же террор, да? Сжечь сутану. Бог не террорист. Бог не будет силой переустраивать мир. Бог хочет, чтобы мир свободно переустроился. органично, естественно. И вот Ориген как раз именно эту ноту подхватывает, эту ноту развивает. Не безнадежен дьявол, не безнадежен Люцифер. Люцифер, несущий свет, патрически означает так. И вот возникает совсем другая картина будущего мира, картина новой земли, новых небес, где есть только свет, только добро, и где нету тьмы, и где нету зла. И значит, нет ада. Нет ада. Я глубоко убежден, что вот такое вероятие заложено в тексте самого Иоанна Богослова. Иоанн Богослов вот дается как бы два образа Нового Иерусалима. Вот я искал первый образ, первый образ это Новый Иерусалим, но как бы хелиастический. Хелиазм это тысячелетие Царства Христа. И буду оставить подробно идея тысячелетия Царства Христа, она требует отдельного рассмотрения. Но хелиазм или миллинариум тысячелетия это часть истории. Здесь еще время это и мерится. Тысячелет это время. Это временной ООН. И Второй Иерусалим, где уже нет никаких часов, никаких календарей. Именно во Втором Иерусалиме источником света является сам Бог. Сам Бог. Не Его слава и не Его агнез, а сам Бог. Так. И именно во Втором Иерусалиме людям открывается лик Божий. Помните, я вам говорил, что Бог скрывает свое лицо, когда является Иоанна Богослова, сидящий на престоле в окружении двадцати четырех старцев. Так. А здесь лицо он свое открывает. И ведь это невероятное событие, потому что даже Моисей он лица своего не открыл. И Моисей видел Бога только сзади. Вот когда Бог открывает свое лицо, когда он общается с человеком апостаса, это означает полное соединение Бога и человека, Бога и твари. Два Иерусалима. Тот, который находится на границе времени и вечности, и тот, который находится уже в корнянных вечности. Дело в том, что эти два образа могут рассматриваться как фазы, как ступени. От первого Иерусалима ко второму Иерусалиму. От хелиазма к настоящей скатологии. Но в то же время они могут рассматриваться как два варианта, два варианта будущего. И Иоанн Богослов дает все основания для такого залкования. Дело в том, что у него образ Высшего Иерусалима, образ Иерусалима, где мы видим лесо Божие, дается раньше, раньше, чем образ Иерусалима, где еще есть и смерть, и страдания, Комментарий считает, что это случайная какая-то последовательность. А почему случайная? Почему случайная? Так или иначе, текст Апокалипсиса неоднозначен. Неоднозначен. И возможно две, по крайней мере две его трактовки. Ну давайте назовем одну каноническую трактовку. Это будущее, где рисуется мир с торжествующим добром, мир светоносный. Это новая земля, это новое небо. Но рядом с нами находится ад. Находится ад. И вот как хорошо пишет отец Сергей Волгаков, говорит так, вот их совместное бытие одного рядом с другим не может быть допущено. Это очень глубокий ход мысли. Вы согласитесь, вечности блаженствуя, блаженствуя в мире благодати, мириться с тем, что рядом с вами есть страдания. Пусть заслуженное страдание, обоснованное, справедливое, но все-таки страдание. Эта картина получается негармоничная. И вот надо признать, что именно такая трактовка апокалипсиса является официальной, канонической. Я не буду с ней спорить, и с ней спорить нельзя. Я объясню, почему. И вот есть другой вариант апокалипсиса. Это апокалипсис оригена. Я не могу сказать, что именно эту линию подхватила теософия, Лавацкая, Рерий. Они оригенисты. К оригенистам явно одеготел Владимир Соловьев. Бесспорным оригенистом был отец Сергий Булгаков. Он служил в Лодне православной церкви. Но он полностью поддерживает идею апокалипсиса. Идея апокалипсиса, эта идея считается официальной церковью еретической идеей. Вот здесь выбор между максимализмом, оригенизм это максималистская линия. добро абсолютно должна победить. Свет должен абсолютно утвердиться. Смерть должна быть абсолютно и всеобщей. То есть бессмертие должно быть абсолютным и всеобщим. Смерть одолена для всех. Христос пришел не для малой части людей, а для всех людей. Это очень важная часть. Очень важный момент, преображение избирательное спасается немногие, а больше всего остается где? В тенетах зла. Вот. Это очень серьезная дилемма. Какой из этих вариантов истинен? Вот теперь я могу обратиться к собственным взглядам. скажу следующее. Вот в моих книгах, особенно в этом собрании брошюр, которое называется Грита-йога, я там показываю, что информация из будущего никогда не дается в форме однозначной. Вот этот закон такой. Информация из будущего всегда дается закодированной в символах метафорах. Информация из будущего подвергается мифологизации. Это великий закон. Потому что прямая передача информации из будущего противоречит началу свободы. Когда мы видим напрямую будущее, это фатализм чистой воды, это убийство для свободы. Конечно же, Аббакарий, он насквозь метафоричен, он насквозь символичен, он насквозь пифологичен. Метафора, символ, миф, они принципиально многозначны. Что может состоять из этой многозначности? Из этой многозначности может стоять многообразие вариантов будущего. Что такое будущее? Будущее определяется очень просто. Это мир возможностей. ну вот например, давайте возьмем завтрашний день. Так, что такое завтрашний день? Это некоторая совокупность возможностей. Она конечно сужена по сравнению с будущим послезавтрашнего дня, с будущим, которое наступит через год. Правильно, да? Но мы знаем, что вряд ли завтра надо ожидать землетрясения и войны с Америкой. маловероятно. все равно такая вероятность есть всегда. Правильно, да? Чем ближе к нам будущего, тем меньше каких-то неожиданных вероятей. Верно, да? Но тем не менее, завтрашний день может сложиться по-разному. По-разному. Правильно, да? Есть много возможностей. Есть много потенций. Из многих возможностей есть только одна. Великий отбор возможностей. Что такое возможность? Вот я сказал слово потенция. Это понятие Аристотеля, да? Возможности они вроде как бы эфемерны, но даже время нереальны. Именно Аристотель, именно Аристотель, да? Вот он впервые связал понятие потенции с понятием Платоновой идеи. Идея это термин его учителя Платона, да? Платон говорит, что есть мир вечных идей, идеи воплощаются, идеи хотят воплотиться, так? И это очень непросто воплотиться, для этого надо иметь условия, для этого надо иметь субстрат. Вот отрежестили понятие идеи и возможностей. Ну вот давайте сейчас спроизируем историю. Вот Россия, Россия, так? Ну у нее было много возможностей в начале 20 века, правильно, да? Была возможность войти в европейское содружество, стать селезонно-стерной, была возможность стать республикой вот той, какой задумывал ее Керенский, она могла стать страной анаркической, эсеровской, большевистской страной, правильно, да? Вот когда изучаешь историю первого и двадцати третьей России 20 века, то видишь, какое было разнообразие вариантов. Никогда такого не было разнообразия. Даже в 90-е годы не было такого широкого спектра. и знаете, ведь то, что победил большевизм, вот это вероятие, так трудно прочитывалось, но прочитывалось и Достоевский это чувствовал, и авторы сборника Вехи это как-то предощущали, хотя все равно получилось не так, как они это видели, гораздо хуже и страшнее. А как же другие вероятия? За этими вероятиями стоят великие интеллектуальные силы, крупные умы. Возьмите либерализм русский, да, прекрасный философ Павел Малюков, всю жизнь работал, трудился, что-то кануло все. А наши эсеры, эсеры, которые так чувствовали крестьянскую Россию, понимали, что нельзя без земли, без опора на землю строить наше Отечество, все это как-то кануло и погибло, понимаете, да? Все, шансы провалились, возможности не реализовались, потенции не перешли в реальность. Но эти возможности, они же где-то тогда, и сейчас где-то продолжают конкурировать между собой. Есть конкуренция в мире идей, есть конкуренция в мире возможностей. так. И вот смотрите, будущее, которое рисует Иоанн Богослов. Она явно двойственна. Явно двойственна. Хотя бы вот в каком плане. Я немножечко претиковал отца Александра Именя, но у него я еще хочу еще раз к нему обратиться в связи с апокалипсом, он вводит такой интересный термин. Мстительная эсхатология. И что, смотря эсхатология, это много конкурса мира. Вот я хочу, чтобы вы запомнили сегодняшнюю лекцию два выражения. Булгаков эсхатологический терроризм, когда Бог, что ему совершенно чуждо, мир поправляет с помощью ножа и топора, силы выправляет, корректирует бытие, что ему не подобает. И вот выражение замечательное Александра Именя, мстительная эсхатология. Ведь многие читают апокалипсис, но как бы сурадуясь о победе над злом. Как в каком смысле сурадуясь? Сурадуясь торжеству, но в то же время наслаждаясь этими муками. Грешники мучаются, ой, наконец-то, вот там-то Берию застали, вот там-то Ельцина накажут. Такое злорадство, понимаете, сурадование злорадственное. И ясно, что многие хотели бы, чтобы Сталин мечто мучился в аду. Понимаете, вот это одна возможность. И вы поймите, что очень многие люди на эту возможность работают. Работают. Они хотят ее осуществить. Итак, мы рисуем будущее как систему возможностей. Если ты привести на язык синергетики, то можно узнать следующее. Каждая возможность это то, что называется трактором. Термин синергетики. А трактором это то, что притягивает. То, что влечет к себе. Аттрактивность это влекущая сила. Так. Вот у нас есть цель. Цель это тоже возможность. Правильно? Да. И эта цель нас как бы примагничивает. Это наш магнит. и мы к ней к ней идем под час неотвратим. Хотя мы можем все равно но вот мы попали под ее гипноз вошли в ее поле силовое и все. Так вот мы когда хотим наказать всех грешников особенно чекистов скажем мы работаем над аттрактором мести. Мы работаем на апокалипсис который будет иметь полученный результат. Кто-то воздоржествует а кто-то обречен на вещи страдания. Есть другая аттрактор полная победа добра над злом. Я назвал только два аттрактора их гораздо больше. А есть на земле люди которые считают что вообще бытие несет страдания и несет муку это буддисты вообще лучше разуклотить этот мир уйти в нирвану уйти в ничто это третий вариант апокалипсиса который освоит насмарку всю всю мистерию христианства делает бессмысленным и жертву Бога Сына и Его исключительный подвиг пожалуйста да видите я уже три аттрактора назвал так три аттрактора назвал но есть еще и аттрактор энтропии которая просто придет мир к россиянию без всяких нирван без всяких инферна а просто мир погибнет от некой усталости завянет и точка серая скучная рутинная смерть и на этот аттрактор работают очень многие люди особенно когда они пассивные бездеятельные когда они тратили витальность вот видите очень много возможностей так вот кто прав ориген или канонический подход к апокалибису и тот прав и этот подход правильный и этот подход правильный это борьба возможностей а какой вариант апокалибису существится это зависит от нашей от нашей воли от нашего действия от нашего действия вот я скажу так про себя вот все что я делаю я делаю во имя оригеновского варианта понимаете меня да вот я внушу свою лепту я работаю над алкотрактор так ну хорошо или плохо но я работаю вы помните помните что должна произойти битва добра и зла она называется Рамагеддон это место место в Иудее где вот должно произойти это столкновение последнее но конечно привязано территориально к эмберическому главное хотя это всеобщая арена бытия а не только локус какой-то я чувствую вот у меня венок санатов Армагеддон я чувствую грядет Армагеддон и здесь не может быть нейтралитета вот селы тьмы чьи имя легион вот воинство зиждительного света что выберешь из этих двух сторон спаситель ждет от всех землян ответа за нами наблюдает Реон к нам с поручением послана комета читая в расположении светил трагические предс доминования плоти обретут видения Иоанна Армагеддон здесь невозможен тыл Армагеддон качнули с основания Армагеддон земля моя как рана понимаете в этом Армагеддоне мы можем занимать совершенно разные позиции и Армагеддон это может кончиться как и наше поражение а вообще возможно победа зла это еще один апокалипсис победа Люцифера а возможно это закончится перегирием Армагеддон понимаете что я делаю нет фатализма нет фатализма конечно же Иоанн Богослов пророчит победу света победу бессмерти естественно он христианин но мы должны понимать что есть другие подходы другие видения будущего так я ведь считаю себя человеком достаточно широким чтобы вот так мне держаться до какой-то одной позиции я вас информирую о том что вот есть и другие подходы и вы понимаете что это философия а не теология и вот у меня есть венок санатах апокалипсис это книги жертвенник а коррелион это книга Мегедона вот это апокалипсис сквозь брак и щад пока не видно рая ужель ценой великих катастроф дается право жить не умирая свысверх цели позабыть готов терпение мое дойдет до края зачем творец так резок и сров его срапщу я богу укоряя я в бунте наломаю много дров откуда эти трещины разлома мне видятся ужасные кошмары мир сталкивает черный дру но другие сны душе знакомы нездешних весен таинств чады воскрес но я и навсегда и так и далее почему я хочу привести сейчас вас к той мысли что будущее полеврян это первое нету некой однозначной цепочки беде следствия которая недалим у нас приводит к какой-то конечной так сказать конечной финальной точке конечному следствию перед нами много причинно-следственных цепей начинающихся здесь и выходящих в мир вероятности мир возможностей это первое будущее полеврян второе будущее происходит конкуренция тракторов каждый вариант будущего хочет сбыться каждый день хочет воплотиться и эти возможности они борются за право на самореализацию эта борьба происходит в наших душах и мы делаем свободный выбор вот здесь встает проблема выбора она по-новому осмысливается по-новому решается третье третье так возможно разные варианты апокалипися разные варианты исхода мировой драмы конечно же хочется верить то что победит свет победит бессмертие четвертое сегодня мы уверенно говорим о том что вот граница которую я намечал граница между вечностью и временем граница сегодня прощупывается совершенно четко это так называемая Энштейнерская константа скорость света вселенная расширяется так это расширение очень глубоко чувствовал скрябин и его музыка музыка которая работает на преображение она вырабатывает энергию ускорения так вот если мы этот рубеж перевалим выйдем в тот сердце твой мир то мы переживаем преображение сегодня преображение вычислимо мы знаем физику преображения и его метафизику мир преображения это мир зазеркалья зазеркалья это наш плотный мир традионный мир а вот зазеркалья это мир тахионный тахионы это частица сверхсотовые традион это частица обычная сможем ли мы этот рубеж перевалить если нет мы ставимся в точку сингулярности это будет апокалипсис по буддизму это будет уход в ничто с возможным потом возвращением через новый цикл к бытию мы можем перевалить этот мир этот рубеж частично что-то туда перебросить а что-то останется здесь это вот тот вариант апокалипсис который мы видим на сценах страшном суде и есть вариант который рисовался скрябину и оригену и реликам когда мы полностью перебрасываем весь космос за эту черту и спасается весь мир самый победительный самый мажорный вариант апокалипсиса никто не может оценить вероятность того или иного исхода это тайна это скрыто книга будущего запечатана семи печатями то что открылось Иоанна Богослову не исчерпывает содержание этой книги Иоанна Богослову раскрылось скорее всего только два варианта будущего которые Христос специально наслоил друг на друга чтобы осложнить эту картину и чтобы инициировать наше свободное действие апокалипсисис построен в плане педагогики очень тонко и очень мудро в нем есть элемент провокативности которая только сейчас начинает нами осознаваться так вот но мы в своем выборе свободно кто-то хочет кто-то хочет небытия кто-то хочет наслаждаться муками своих врагов кто-то хочет полного торжества наших высших чаяний я принадлежу к этим людям я очень много написал стихов как раз на тему такого мажорного апокалипсиса вот я в заключении прочитаю еще парочку солдатов из венка апокалипсис ну пожалуйста здесь эти варианты у меня проигрываются мир сталкивает в черной дыру отнюдь не демонические силы а мы земляне мне не по нутру угрюмые пророчества севилы затеяли мы страшную игру вот сингулярность глубже нет могилы уже ли ее для мира изберу переграют нервы рвутся жилы нас манит люк бездонного нуля небытия опаснейшую тягу как заглушить к нерваням и влекома мне снится сон рассеялась земля кто вспомнит нашу сказочную сагу но и другие сны душе знакомы но и другие сны душе знакомы высокие радужные сны в них вейни лирической стомы в них доброе сияние новизны заводутся все вывертые зломы и сердце вздрогнет звезды вновь ясны не для знака из древности искомы а не для самых чутких зажжены из вечности полученный сигнал нас обнадежит я доверюсь маю и переклику журавлины пары ему не зря я с трепетом внимал ведь я через него предощущаю местешних весен таинства и чар у меня здесь книжечка маленькая вот черновалет Виктор Детрович так вот это художник который пересек границу времени и личности мастер поворотского света он писал в мир после преображения оригеновского преображения он был оригенистом я хочу сказать что в апокалипсисе очень много есть структур получающих объяснения загадочных структур получающих объяснения через новейшую науку вот пожалуйста новый Росалим новая земля новое небо почему там нету ни солнца ни луна ни звезд совершенно ясно когда мир переходит через Эйнштейновский рубеж это рубеж времени и вечности рубеж традионного и токионного космоса то есть происходит инверсия многих процессов многих смыслов наш мир плотной материи интересен на тикотении звезды есть результат тикотения солнце это не будет тикотения все и солнце испарится так в том мире нету силы тяжести и там невозможно конденсация плотного вещества аэроплодного вещества то нету так поэтому освещение Нового Иерусалима это освещение тахионное освещение пост инштейновская мета инштейновская совершенно четко сказано все вот Алексей Верующий Верующий стал в первую это хорошо понимать и Санис Лорянский поняли что выход за световую скорость это есть переход из мира вещей в мир идей из мира дольного в мир горный из мира материального мира империя и поэтому лично я как поэт поддерживаю скребина Александра Николаевича чья музыка ускоряет разбегание галактик вот я тоже стараюсь роботить импульсы чтобы по помощи миру перевалить через этот горизонт целокупно и сохранно это может показаться утопией но это моя программа я ради этого скромно работаю я работаю на спасение вселенной да я вношу в это весомый вклад на мой взгляд хотя это никто пока не понимает и не оценивает что меня совершенно не беспокоит на этом я и закончу если есть вопросы пожалуйста